В нашей жизни, братья и сестры, есть как сопутствующий, так и причиняющий нам скорбь, печаль и разочарование. И если бы мы посмотрели в свою жизнь и сказали, что нам сегодня мешает быть вместе с нашим Господом, быть посвященным Ему во всем, в своих мыслях, в желаниях, насколько бы отчетливее стали, братья и сестры, пути, которыми нам должно ходить под лицом Божьим, чтобы видеть Его творящим, чтобы не просто называться верующими, но быть верующими людьми, вне даже конфессий, а чтобы люди говорили, это верующий человек, с этим человеком Бог. К сожалению, не о каждом из нас говорят внешне, что мы такие, к сожалению. Что же все-таки, братья и сестры, нам сегодня может помешать быть благочестивыми, всем довольными? Я, когда был еще маленьким, учился в школе, отец очень часто, знаете, бдил надо мной, и одно из условий, когда я приступал к выполнению домашнего задания, было порядок на столе. Я не знаю почему, у меня этого порядка никогда не было. Мне казалось, что я готов писать в любом положении, даже на потолке. Вот я мог писать, и для меня это было все равно. Мне было все равно, какой у меня почерк, у меня было все равно, сделаю я ошибку или не сделаю, но отец первым делом, когда заходил ко мне в комнату, говорил, порядок на столе прежде всего. Но я не мог понять, к чему этот порядок на столе, вообще к моему образованию. Когда я это не понимал, отец просто подходил и так со стола все прибирал ровненько на пол. Я потом расстраивался, долго все собирал и думаю, вот, вместо того, чтобы помочь, ты мне еще причиняешь какие-то переживания. Книжки потом заклеивать приходилось, тетради искать. И я никак не мог понять, для чего мне нужен этот порядок. И вы знаете, братья и сестры, когда я стал постарше, уже совсем постарше, я понял, что в жизни, особенно христианской, я, может быть, так прообразами мыслю сегодня. Простите, я после болезни. Я начал замечать вещи, которые я хотел бы сделать весьма хорошо. Вот настолько стараться сделать для Господа что-то весьма хорошо, и когда вдруг что-то не получалось, я делал такой, знаете, анализ над ошибками, почему я не смог сделать так, как я имел себе представление, сделать для славы Божьей. Я начал обнаруживать то, что мне может мешать. Глядя, братья и сестры, в наше с вами христианство, особенно, когда мы приступаем к заповеди Вечеря Господня, наверное, одна из самых больших заповедей оставлена для нас Господом нашим Иисусом Христом, хлебопреломление. Заповедь, которой мы готовимся, рассуждаем. Хочу убедить каждого из вас относиться к этому весьма серьезно. Это тело Иисуса Христа. Это Его кровь. Это исполнение Его заповеди. Соприкосновение Божьего творения со своим Богом. Прикосновение к святыне. Священное Писание говорит о святынях. Их не так много есть. Одна из святынь – это был ковчег Завета. Помните, что произошло с Озой, который хотел просто поддержать ковчег, чтобы он не упал? Бог поразил Озу. Оза был неплохой человек. Это был хороший человек. И дело, которое он хотел сделать, тоже было весьма добрым. Но это было святыня. И ему не должно было приближаться к ковчегу Завета. Святыня, братья и сестры, которая дает нам возможность рассуждать не только о прошлых событиях, но соприкосновение к святыне побуждает нас либо к жизни, либо проявляет в нас немощь и болезни, как Павел говорит, а кто-то и умер. Потому что, братья и сестры, святыня и отношение к святыне должно быть соответственное. Что может сегодня, братья и сестры, мешать верующим людям, церкви Иисуса Христа, которые пришли для того, чтобы иметь небесную пищу? Хотелось бы относиться к богослужению, к любому богослужению, которое есть в церкви, как соприкосновение с вечным, соприкосновение со святым, как пища, которую может дать праведное небо, от которой мы можем возрасти во спасение. Слава нашему Господу! Когда мы имеем такое отношение, когда вся наша внутренность направлена на то, что я хочу в должном состоянии, рассуждая о том, что я делаю, прикоснуться к этой святыне, сделать так, как эту заповедь видел в свое время Христос, не пренебрегая даже самыми наименьшими деталями, которые будут совершаться сегодня за этим столом. Я однажды слышал свидетельство одного человека, оно крайне было негативное, хлебопреломление в одной из киевских церквей, батон из магазина, крошки летят, детям дают, угощают. Отношение к святыне, братья и сестры. Возможно, визуально оно не принесет какого-то такого, знаете, духовного удовлетворения, но внутренне, когда мы принимаем это верою, мы принимаем, братья и сестры, Божье Слово, которое действительно может дать нам жизнь вечную. Слава нашему Богу! Мы готовимся к совершению этой святыни. Итак, один из моментов, на который хотелось бы обратить ваше внимание, братья и сестры, Писание говорит, извергните развращенного из среды вас. Другими словами, человек, который может быть среди нас, будучи развращенным, может стать препятствием к осуществлению этой заповеди. Апостол Павел, обличая Коринфянскую церковь, говорит, вы поспешаете друг перед другом, оттого один упивается, другой голодный остается. Он указывает на недостатки, которые мешают человеку соединиться с Богом, как то представлял Христос в горнице, как передавали апостолы, и он указывает на эти недостатки. Послание к евреям, 12 глава, 1 стих, начинается словами, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Писание говорит о том, что, знаете, не просто удалите, не просто уберите, не просто выбросьте. Оно говорит, свергнем с себя всякое бремя. Эта форма обращения усиливает наше представление о том, что мы должны сделать с некоторыми вещами в духовном мире. свергнете с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Автор послания к евреям как бы предваряет будущее событие историческое, политическое, экономическое, которое должно будет переживать церковь Иисуса Христа. При всем при этом она должна остаться в чистом весоне, братья и сестры. Невеста Иисуса Христа, голубица. Невозможно подобрать синонимов, которыми можно, или даже эпитетов, правильнее сказать, которыми можно было бы говорить о церкви Иисуса Христа, о Его теле, о нас с вами, братья и сестры. Если вдруг возникает какое бремя, какой запинающий грех, мы должны это свергнуть в себя. Это было бы просто сделать, если бы это была какая-то ветхая одежда, можно было ее разорвать. Ветхий Завет говорит о том, что раздирали одежду, посыпали пеплом головы, садились в опрах. Это свидетельствовало о чрезвычайных переживаниях. Чаще всего переживания несправедливости с вопросом, за что, Господи? И если мы сегодня дети, дети Господа нашего, через нашу веру на следующее обетование жизни вечной, что нам нужно сделать в этом видимом мире для того, чтобы каким-то образом отреагировать на внешние несправедливости, которые совершаются с нами? Что бы ни происходило, братья и сестры, заповедь Иисуса Христа остается и навсегда останется одной из самых важных заповедей служения хлеба преломления. Слава нашему Богу! Итак, Ветхий Завет, 4 книга царств, 6 глава, 8 стих. «Царь сирийский пошел войною на израильтян». Пол стиха прочитал. «Царь сирийский пошел войной на израильтян». Не случайно книга Библии состоит из множества повествований войн, которые вел Божий народ. Каким образом эти истории Ветхозаветные могут назидать современную церковь нас с вами? Если бы мы попробовали каждый из отдельных случаев рассматривать, вникать люди, которые живут в стране мирной и безопасной, ты им рассказываешь про войну, а для них это один говорил «больной здоровому не товарищ». потому что у того болит и у него разговоры об этом о здоровой и думают «слушай, брат, я что, поговорить нечем, как только про свои болячки». И это разделяет общество, братья и сестры, на тех, которые поройнялись проблемой и на тех, которые остаются в беспечии. Но, наверное, среди великого множества людей и в этом собрании и мысли разделятся, и взгляды тоже разделятся. Но объединит нас, братья и сестры, вечеря любви, слава нашему Господу, объединит нас в нашем Боге. Итак, Израиль переживает неприятные моменты. Но в тот момент в Израиле жил один человек. Человек непростой, человек особенный. Его особенность была в том, что в одно время он увидел Илию, который проходил по той местности, где он жил, где занимался бизнесом. Илия просто бросил милость на этого человека, и этот человек последовал за Илией. Он принял для себя служение, братья и сестры. Важное или неважное, судите сами. Это был человек, который лил воду на руки Илии. Просто был слугой ему. Может быть, для какого-то человека покажется безумным оставить бизнес, валов, плуги, землю. Ради чего? ради того, чтобы пойти за этим человеком? Ну да, про него хорошие вещи говорят. Правильный мужик такой. Но ради чего? Неужели тебя это не унижает? Кто-то был значимый. Тебя уважали люди, соседи. Кем ты стал, Елисей? Ради чего все это? Что-то было, наверное, в той милоте. Что-то, может быть, брать, сестра, было в том слове, когда ты вдруг услышал об Иисусе Христе такую вещь, о которой никогда не задумывался. Когда жизнь и смерть вдруг в твоей судьбе стала реальностью, а за смертью ты вдруг узнал, что есть две дороги, на одну из которых ты никак не хотел бы попасть. Ты не видел ни той, ни другой, тебе сказали об этом люди и вся твоя жизнь поменялась, потому что готов заплатить любые деньги, все, что есть самого ценного у тебя, для того, чтобы приобрести ту драгоценную жемчужину, которая называется жизнь вечная и Царство Божье. Аллилуйя, аллилуйя. Братья и сестры, меняется человек. Через какое-то время Елисей был, можно сказать, не готов к расставанию со своим учителем. Он что-то видел, он зачем-то наблюдал, но ему пришлось увидеть то, на что он никак не мог рассчитывать. Он знал, что Илья взят будет от земли, и пророки ему свидетельствовали об этом, но как это произойдет, как это может случиться. И он положил в своем сердце увидеть это. Брат, сестра, ты слышишь сегодня повествование о Боге, о Иисусе Христе, и это имя никогда не станет для тебя ветхим. Это имя, которое будет давать тебе свежесть, оно будет поднимать тебя в болезни, оно будет укреплять в немощи, оно будет утешать тебя в одиночестве, потому что силен Господь, аллилуйя, и славное чудное имя Господа нашего Иисуса Христа, которым мы спасаемся. Он захотел увидеть расставание с Ильей. Ему досталось, братья и сестры, по его вере, по его желанию, сила, которая была на Илье, почила на нем вдвойне. И так получилось, братья и сестры, что в то время, когда царь сирийский пришел, чтобы воевать против Израиля, Елисей находился там. Для него не составляло особого труда, потому что помазание Божье на нем, видеть препятствия, засады, где враг ставил, чтобы поглотить царя, чтобы обезглавить государство. И у врага ничего не получалось. Когда они определились о причине своей поражения, когда они поняли, что им для победы над Израилем необходим всего лишь один человек, как только не станет Елисея, победа им обеспечена. Но с Елисеем был Бог. Аллилуйя! Слава нашему Господу! С этим человеком был Бог. Я когда читаю эти истории, братья и сестры, я настолько радуюсь, радуюсь, братья и сестры, тому, что Церковь Иисуса Христа может уподобляться не Царю Израильскому, а тому, который называет себя Детям Божьим. С нами Господь! Аллилуйя! Мне так хочется повторять эти слова, брать, сестра, с Тобою Господь! Вы мне скажете, посмотри, что делается вокруг, а я скажу, я счастлив за вас, что с вами Господь! Аллилуйя! Ты Его не видишь, ты не знаешь, что произойдет в следующий момент, но тебе нужна сила от Бога! Аллилуйя! Вдвойне, втройне, в пятерне, если будешь веровать, будешь видеть Его славу! Аллилуйя! Ты особенный человек, потому что с Тобою Бог! И когда враги пришли, чтобы взять Елисея, поутру встает слуга человека Божья и увидел эти врагов, которые окружили дом, он в разочаровании, приходит господину к Елисею и говорит, увы, увы, господин! Елисей как будто бы знает, что должно произойти в следующий момент, он по-особенному видит, он по-особенному осознает и ощущает, и он молится, чтобы услуги открылись глаза со словами тех, которые с нами больше. Аллилуйя! Как вдруг я вижу этот мир, да, он прекрасен, пейзажи, все остальное, но где-то есть в этом мире, братья и сестры, знаете, то, что сокрыто от нашего взгляда, от чего мы можем сказать с нами больше. Аллилуйя! Мы справимся, мы переживем, мы уберем с нашего пути все, что смущает сегодня нас, и мы будем победителями. Одно слово Елисея, и люди перестают видеть. Они пришли за ним, и они его уже не замечают. Да коли глаза их не открылись уже в Самарии, интересное испытание для царя, он говорит, отец не ударит ли, обращаясь к Елисею по этим людям, и тот говорит, своей ли ты силой пленил этих людей, накорми их и отпусти домой. Прекрасный жест. Братья и сестры, наша жизнь, она складывается как с каких-то успехов и неудач, потрясений и разочарований. Хотелось бы, чтобы были у нас только успехи. А может быть, это не совсем интересно, братья и сестры. Когда нету борьбы, люди становятся беспечными, люди ищут верха удовольствия и наслаждений и в конце концов теряют общение с Господом. Братья и сестры, Бог допускает в нашей жизни те переживания, которые должны нам с вами пройти. Слава нашему Господу за это. Это формирует в нас осознание того, что мы знаем Бога, мы доверяем нашему Богу, мы храним себя для нашего Господа, для того, чтобы быть угодными для Него во всем, имея миссию спасать взятых на смерть. Иисус Христос пришел в эту землю, братья и сестры, во тьму. Он пришел к этим неграмотным людям, простолюдинам, для того, чтобы через этих людей загорелся свет Евангелия Царства Божьего. Аллилуйя. Чтобы люди шли на этот свет. И этот свет зажигал наши сердца, наши семьи, наших соседей, сотрудников на работах. Этот свет сделал нас новыми людьми. И этот свет светит. Слава нашему Господу. Прошло немного времени после чудесного триумфа с сириянами. Я когда читаю это местописание, думаю, слушай, там написано, больше не приходили, а через короткое время опять пришли. Неужели вы не поняли, что произошло? Вы знаете, братья и сестры, я хотел бы обратить внимание на царя, который в своем жестоком сердце не был готов к тому, чтобы проявить милосердие. Мы можем в этом человеке увидеть самих себя. Шанс, возможность, которую дает Бог, научающий нас прощению, научающий нас смирению, терпению, долготерпению. Но в какой-то момент времени мы обнаруживаем в себе, что в нас нету того, чего добивается Бог. Бог для меня сделал это, но я, будучи плотян, не желая возрастать духовно, уподобляюсь этому царю. И этот царь переживает очередное потрясение в своей жизни. более того, он начинает ненавидеть Елисея за то, что тот отпустил врагов в свое время. Самария осаждена, начинается великий голод. Там была одна женщина, которая пришла к царю. Царю и так уже было нехорошо. О чем может думать царь, братья и сестры, когда слышит свидетельство этой женщины, что договорились с одной съесть сначала моего ребенка, а потом ее. Моего говорит, съели, а своего она спрятала. Где справедливость? Царь принимает решение снять голову с Елисея. Это он во всем виноват. Братья и сестры, все виноваты вокруг, но мы никогда не виноваты. Мы в церковь ходим. Давайте будем искренне сегодня, братья и сестры, сами пред собою и пред нашим Господом. Как мы видим справедливость? Как может с нами поступить справедливый Бог, и как мы можем отреагировать справедливо, взаимно из-за происходящего? Знаете, братья и сестры, сегодня одна из причин, которая мешает нам с радостью совершать вечерю любви? Это чаще всего наше неверие. Просто неверие. Что-то происходит, что-то влияет. Мы берем калькулятор, начинаем считать наши доходы, наши расходы и понимаем, что это печалит мое сердце. И на устах многих людей вопрос, как жить дальше? Опять-таки, больной, здоровому, сытый, голодному не товарищ. И тот, у которого есть, он может казаться настолько, знаете, такой и трезвый, и бодрый, потому что у него есть. Но что делать тому, у кого нет? А вера, братья и сестры, не разделяет нас на голодных или сытых, на бедных или богатых, здоровых или больных. Вера обращает наши взоры на Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Ему! Великий голод, братья и сестры! Великий голод в Израиле! Люди платят то, что заработали тяжким трудом, на то, что вообще не именовалось бы в пище. 25 стих 6 главы. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, а четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Сикль серебра имеет порядка 12 грамм. Это мера веса. 12 грамм серебра составляет один сикль. И вот представьте себе ослиная голова. У нас наверное с ослиными головами проблема на Украине. Ну, я не знаю, коровья голова. Нет, а большая будет. Свиная голова. Ну, так, приблизительно, да, свиная голова, ослиная голова. И вот цена этой головы 80 сиклей серебра. много это или мало, судите сами. Жизнь Иисуса стоила 30. Тех же сиклей серебра. Жизнь Мессии. Куриный помет, о котором здесь говорится, четвертая часть Каба, он служил как топливо. Это составляет приблизительно 250 граммов этого помета. Ценный продукт. Но цена этого продукта 5 сиклей серебра. Это большая цена была, братья и сестры. Это люди, которые живут реалиями того времени. Послушай, враг стоит у ворот. Матери едят своих детей. Цена ослиной головы просто безумная. она не может стоить стольких денег. Но знаете, братья и сестры, серебро, оно, к сожалению, не насыщает и не имеет вкуса. Его ты скушать не сможешь. А вот ослиная голова, хотя она и мяса там, наверное, нету, может быть, навар стоит так дорого. надо разобраться, что происходит. Знаете, братья и сестры, будучи детьми Божьими, зная то, что сам Бог печется о нас, зная о том, что Бог сделает для нас все весьма хорошо, убирая с наших путей сегодня все, что нам мешает. Нет, это не хлеб, не мясо, не бензин. Он убирает с нашего пути неверие, чтобы мы наконец облеклись тою силою, которую Бог дал для своей церкви, чтобы мы сказали с нами Бог. Не проповедник будет утверждать в этом, я сам скажу себе, я особенный человек, потому что со мной Бог. И когда у меня спросят, а как ты будешь жить завтра, я скажу, я не знаю, но я буду жить с Богом. И мне оттого будет хорошо. Аллилуйя. И седьмая глава начинается словами «И сказал Елисей, выслушайте Слово Господне, так говорит Господь, завтра, в это время, мера муки лучшей будет посиклю, и две меры ячменя посиклю у ворот Самарии». Мера муки посиклю, это 6 килограмм, лучшие муки по одному сиклю. Что может послужить к тому, чтобы стала такая цена? Неужели она может просто так рухнуть? «Братья и сестры, вера есть не то, что мы видим. Нам легко веровать, когда мы заходим в магазин, и у нас есть какие-то финансы в кармане, и у нас на бумажке написан список продуктов, и ты заходишь, и все это есть. Здесь вера ни к чему. Пришел, купил, Бога прославил. Вера есть, братья и сестры, когда нет ничего. Вера есть, когда ты приходишь, и финансов, которые в твоей руке, и твоих возможностей, они настолько скудны. Это есть вера. Аллилуйя. И там сановник один появился, как это, разве что небесные врата откроются? Слово пророка к этому человеку. Ты будешь видеть, но кушать, и эта история для этого сановника заканчивается весьма плачевно. Его просто затоптал народ, который увидел дешевую муку, ячменя и все, что осталось там после сирийцев. Братья и сестры, свергая с себя все, что неугодно для Бога, всматриваясь и изучая историю шествия израильского народа, мы можем для себя определить один момент, верили я. Неужели это настолько важно, чтобы испытывать себя, смотреть свое сердце, не изнемогать, когда все изнемогают, но быть действительно новым творением во Христе Иисусе. Я вам хочу сказать, вы зайдете в свою тайную комнату, закройте за собой двери и скажите эти слова для себя. Со мною Господь, я совершенно другой человек, Бог позаботится обо мне, и молитва будет с радостью, и это заповедь, которую мы пришли совершить. Нам мешали, нас останавливали, чтобы мы не шли в церковь, мы не делали, я не раз читаю записки, враг препятствует, чтобы я пришел в церковь и раз, и два, и три, как бы, знаете, есть, когда люди сходятся именно для того, чтобы вкусить этой небесной пищи. Враг об этом знает, ради чего мы здесь, и он ставит свои препятствия, но когда мы свергаем себя, все это, взирая на начальника и совершителя веры нашей Иисуса Христа, Господа нашего, мы побеждаем, потому что жив Господь и жива душа наша. Аминь.